Весь цвет парусной России в Сочи. Об этом заявили организаторы сразу же на открытии финального этапа высшего дивизиона Лиги. Здесь определится сильнейшая команда России из 27. По всем первыми сегодня были их смены команды повелитель паруса Азии Сергея Мусихина из Екатеринбурга. Они открыли жеребьевку, поскольку в турнирной таблице лидировали и вытащили номер один участника сегодняшней регаты, то есть им гоняться в первой десятке. Надеются эту тенденцию сохранить в дальнейшем, но интервью перед стартом давать не стали. Говорят, что суеверные и передрисовали к менеджеру команды. Все хотят победить, все верят в победу, но об этом заявлять заранее боятся. Все настроены на борьбу, потому что серьезное соревнование, серьезный финал. До Сочи парусные гонки проходили в Севастополе, Москве, Пску и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. И везде это борьба за переходящий кубок Лиги. А еще зрелищность. Гонки в Владивостоке, а это фактически залив Петра Великого или Амурский залив, это теча Тихого океана. И Балтийское море, совершенно разные акватории, совершенно разная волна, совершенно разный ветер. Если говорить о Питере, то это очень сильное течение. Невы, очень сложная акватория, но потрясающе красивая, потому что это напротив Петропавловской крепости, напротив Зимнего дворца, это мечта любого гонщика. Пятница 13-е их не напугало, огорчило лишь отсутствие ветра. Сегодня было достаточно тихо, из гавани экипажи выводили на открытую воду при помощи катера. Ну а завтра все может измениться, говорят сами их смены. Дистанция гонок расположена близко к берегу. Зрители отсюда, с морского порта, могут наблюдать выход яхт. Профессиональные комментаторы расскажут о правилах парусных гонок, об интересных моментах, чтобы люди понимали, что происходит на воде. Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов станут участниками гранд-финала Национальной парусной лиги. Завтра они примут участие в массовом запуске шаров. В час дня на площади у Южного мола пройдет праздник в честь десятилетия Объединенной судостроительной корпорации и 350-летия Российского государственного судостроения. Гелена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.